Сегодня мы поговорим с вами о том, с чем правительство многих стран пытались бороться в течение тысячелетий И, естественно, борьба эта была проиграна и будет проиграна всегда О том, как проституция была легализована в царской России, я уже неоднократно рассказывал на своем канале И в рамках своих видеоэкскурсий, и отдельно А сегодня мы поговорим про изображение проституток в искусстве, преимущественно французском Ну а в каком еще? Потому что французы уж знали в этом толк Именно там было такое понятие, как куртизанка, это проститутка, но выше рангом Можно, конечно, проводить какие-то условные параллели с греческой гетерой Это уже дело более глубоких исследований, особенно вкуса Но на самом деле понятие дамы с камелиями, оно было, скажем так, нивелирующим В том плане, что вроде гулящая женщина, а вроде интегрированная В общество и с ней совершенно не грех показаться даже в кафе Среди них были настоящие звезды, как, например, Ля Паива Вообще, она Эсфирь Борисовна Лохман, изначально из Москвы, еврейского происхождения Уже в 16 лет вышла замуж за французского портнова Брак оказался несчастливым От мужа она сбежала, что было черевато последствиями И, в общем, окольными путями оказалась в Париже Ну а там довольно быстро пошла в гору Известности ей принесли приемы в ее собственном роскошном доме Там, например, была ванна из Оникса, которую наполняли до краев шампанским Другая подобная дива – Аполлония Сабатье Более известная как Президентша В ее салоне бывали, например, такие ребята, как Флабер, Бадлера и Делакруа Ну вот эту скульптуру «Женщина-ужаленная змеей» из мрамора работы Агюста Клезенджа Можно увидеть в музее Арсе, который я настоятельно рекомендую вам посетить Если когда-нибудь вы все-таки окажетесь во Франции и в Париже конкретно Музей этот, кстати, функциклирует в здании бывшего вокзала Даже в эпоху порнографии, хочу сказать, что, глядя на эту довольно чувственную скульптуру Испытываешь определенное волнение Вот она, сила искусства в чистом виде Моделью автору как раз была Сабатье Чтобы создать такую роскошную женщину, автор использовал слепок Прям-таки ее обнаженного тела Далее в нашем чарте картина «Олимпия» Эдуарда Мане 1863 года Ну, на всякий случай напомню, что Мане было два Мане и Моне Второго звали Клод Его картин полно у нас в Петербурге На дворцовой площади в левом крыле главного штаба Раньше они висели на третьем этаже Зимнего дворца Опять-таки, как и с малыми голландцами, существовал некий изобразительный код, с помощью которого можно было опознать то, что происходит на картине Ну, например, черная кошка на постели, лента колье на шее, орхидея в волосах Это признаки проститутки Боже, как я тут вспоминаю фильм «Дикая орхидея эпохи видеосалонов» Ну, точно так же «Олимпия» была нарицательным именем для путан, как сейчас какая-нибудь Наташа будет «Снежаной» или еще кем-нибудь Картина, естественно, вызвала скандал В рамках салона 1865 года надела массу шума Вызвала огромное количество негативных комментариев Да-да, они уже тогда существовали, когда еще не было ютюба Негодовали коллеги по изобразительному цеху Женщины впадали в истерику В принципе, ей была уготована судьба Примерно как у нашей Данайи, Эрмитажной То есть в нее и плевали, и даже пытались проткнуть холст чем-нибудь остреньким Ну, а как этого не сделать, если это не просто дама, а та самая дама И более того, она наглая, она не стыдится, собственно, того, чем она занимается Поза довольно расслабленная На зрителя смотрит нагло и уверенно Также вызывало нарицание то, что Мане пытался сравнить Олимпию с Венерой, богиней любви По композиции картина, например, похожа на Венеру Урбинскую Тициана Ирония заключается в том, что натурщицей для Тициановского холста служила Анжела Дель Мора Успешная куртизанка города Венеции Но при этом сама модель, которая позировала для Мане, для картины Олимпия Викториана Луиза Мюрент Или, как ее правильно произносить, Мюран Она была сама художник Художница, я не знаю, как вам больше удобно Натурщицей, но не проституткой Мане писал ее неоднократно Например, она присутствует тоже на довольно скандальной картине Завтрак на траве Ну, согласитесь, два одетых мужика и одна голая женщина Которая очень непредвзято смотрит прямо на зрителя Ну, не было в 19 веке порнографии Зато было очень сильное изобразительное искусство Поэтому вот и выкручивались как могли Его же картина «Бар Фолибержер» 1882 года Тоже произвела фурор и массу не очень положительных откликов вызвала Моделью была проститутка Этот бар, он реальное место Фолибержер существует до сих пор Здесь мы видим некий тип продавщиц в подобных заведениях Варьете Это были девушки, которые продают напитки Ну, а за напитками они могут продавать и любовь Хотя на самом деле, конечно же, художник постарался показать Одиночество, печаль на фоне вот этой всей праздничной суеты и веселья Которая царит вокруг Говоря о проститутках и о французских художниках Невозможно не заикнуться Естественно, о таком человеке, как Анри Тулус Латрек Перед вами картина «Туалет» 1896 года Ну, я выступлю в роли капитана очевидности На всякий случай скажу, что речь здесь идет не про туалет А про туалет как процесс одевания, раздевания И вообще приведения себя в некий должный порядок Тулус Латрек был засегдатаем бордели на Монмартре Захаживал в Мулен Руж Везде брал с собой кисти, краски И, в общем-то, он в своем творчестве пытался оправдать этих дам На картине реальная проститутка Кармен Гаудин Или Гаудон Она была по совместительству и прачкой Ну, и, конечно же, путаной Чего только не сделаешь, чтобы выжить Бедность в данном случае показана посредством отсутствия одежды На девушке на ней всего лишь один чулок Художник много общался с проститутками Был даже ими очарован Приводил их к себе в студию Водил в рестораны, цирки и театры Иногда жил в борделях Для него такой стиль жизни был своего рода компенсацией За определенные физические недостатки Не мудрено, что Тулус Латрек умер в 36 лет От алкоголизма и сифилиса И не так сложно догадаться, каким путем он этот сифилис заработал Ну и раз уж речь зашла про сифилис То, конечно, самое время заикнуться про надсмотр за проститутками У нас в Петербурге это происходило у Калинкина моста В районе Калинкиной больницы, которая так и называлась венерической Прочитайте стихотворение «Городская сказка» Саши Черного Там про это идет речь Вот вам картина в салоне на Рюде Муллен Его же, Тулус Латрека Ну, все представительницы древнейшей профессии, естественно, должны были быть зарегистрированными В полицейских участках И работать они могли Каждая только в одном конкретном борделе В публичном доме Ну и они должны были платить налоги Чтобы Избежать полицейского учета Проститутки часто шли на различные ухищрения Тем более, что служители закона Могли себя вести с ними Ну, не очень подобающим образом По понятным причинам Поэтому среди проституток был распространен Такой метод Заканчивать жизнь, как самоубийство Каждый месяц такая дама должна была проходить медицинское обследование У нас, кстати, в России было установлено правило Что каждую неделю, причем два раза И вот Тулус Латрек изобразил подобный осмотр Как вы видите, процедура довольно унизительная Собственно, как и весь процесс работы этих девушек Тулус Латрек попытался вызвать сочувствие К ним, изобразив вот в таком довольно несчастном Нелепом и неудобном виде Если почитать письма Ван Гога своему брату То, конечно, диво даешься Как он, уже болея сифилисом Все равно ходил по публичным домам Вот перед вами картина, например Син в белом с гитарой Сидящей на полу Изображена классина Мария Хоурник Это реальная женщина, с которой Ван Гог познакомился Когда она была бедной и беременной И он ее приютил у себя Художник показал мрачность, обыденность жизни женщины Которые вынуждены выкарабкиваться Из этих печальных обстоятельств Довольно известное полотно Пабло Пикассо «Виньонские девицы» 1907 года Картина создавалась на почве его конкуренции с Матисом Тот как раз тогда писал полотно «Радость и жизнь» Между прочим, эта картина произвела неизгладимое впечатление на Сергея Щукина После чего он обратил свое пристальное внимание на этого художника Ну и отсюда все эти замечательные полотна Танец и все остальное Которые раньше висели в его особняке А теперь в Эрмитаже И которые после войны были официально запрещены в Советском Союзе Сталин считал, что они разращают наше население Но в итоге в Советском Союзе был запрещен сам Сталин А Матис вернулся туда, где ему и самое место, в музей Впрочем, про то, как в нашей стране пытались бороться с изобразительным западным искусством Будет отдельный ролик Картина же «Авиньонские девушки» довольно характерна для того периода Пикассо Он вообще задумывал это как некое философское полотно Потому что это должен был быть философский бордель Считается, что источником вдохновения для создания этой картины Послужил бордель в готическом квартале Барселоны Улица Карьер-де-Виньон Анри Жерви Ролло 1878 год Ролло — это имя Но основные темы этого художника были мифологические и исторические Он был звездой парижских салонов Но вот данную работу не признали Хотя благодаря скандалу она стала популярной Художник вдохновился стихотворением о молодом гедонисте То есть человеке, который ведет образ жизни Сейчас бы названный и так, не знаю Стилем золотой молодежи и прочее Спластолюбец, жуир и так далее В общем об этом роли и о проститутке по имени Марии Но тут не надо быть семипядей во лбу Чтобы вообще понять, что на этой картине происходит Я уж молчу про довольно откровенную позу натурщицы Возможно вы подумаете, что это его такая прелестная молодая жена Но нет На переднем плане мы можем видеть гору смятого белья Понятно в результате каких действий это происходит Справа на окресло у нас вывернутый корсет красного цвета Это первый признак проститутки Из-под него высовывается кончик трости Ну, так сказать, изображение по Фрейду А то, что поверх корсета лежит цилиндр Свидетельствует о том, что дама разделась прежде, чем ее клиент снял шляпу Картина художника Тома Кутюр Ужин после маскарада 1855 года Одна из работ автора из серии комедии Дель Арте Женщина, лежащая на переднем плане, известная парижская куртизанка по имени Алиса Ози Место действия также реальный ресторан, золотой дом, модное заведение, где нередко бывал сам художник Наконец, Жанна Гьюс и Доминик Энгер Большая Адалиска Картина 1814 года Ну, тут уже как бы само название диктует Потому что Адалиска Это вообще понятие пришло из Турции Некая она служанка горничная изначально Но на Западе это слово приобрело, естественно, совершенно другое значение Наложница в гареме Современникам данное полотно, конечно же, не понравилось Ну, как не понравилось, имеется в виду Официально не понравилось Ну и тема не та И какие-то вот странные анатомические пропорции Неправильные формы Это они еще картин Пикассо не видели Который придет почти спустя 100 лет Ноги у женщины какие-то длинные Голова мелковата Поза неестественна Но художник ведь хотел показать чувственность Адалиски И совершенно не пытался достичь некой анатомической точности Ну и вообще, с точки зрения некой диспропорциональности Картина, в принципе, была довольно прогрессивной для того времени Ну и вот сейчас мы как раз перенесемся почти на 100 лет вперед Гон Шеле Черноволосая девушка с задранной юбкой 1911 год Авторец Шеле, звезда импрессионизма Любил изображать проституток Причем довольно в откровенном эротическом виде Все тут выглядит довольно гротескно Искажены формы Искажено выражение лица Собственно, даже сейчас Некие моралисты Пытаются отнести эту картину К области порнографии Что уж говорить о начале 20 века У Шеле были темные пятна В биографии его однажды арестовали по обвинению в расстрелении несовершеннолетних Полиция нашла много рисунков с изображением практически детей Считается, что и эта картина показывает проститутку Причем несовершеннолетнюю Потому что у нее практически полностью отсутствуют лобковые волосы Это сейчас у нас там девушки все выбривают подчистую А в то время такой практики не наблюдалось Альберто Джекаметти Каролина на белом фоне 1961 год Фигура на многих картинах художника И мужские и женские довольно утонченные Ему много позировала Собственная жена Аннет А позже парижская проститутка Кэролайн С настоящим именем Ивон Пуаро Ее он писал неоднократно Делая акцент на лице Это у нас такой психологический портрет В качестве бонус трека То, чего полно тоже в музее Арсе Эдгард Дега Он очень часто писал танцовщиц Конечно, до конца мы не можем понять Кто на самом деле эти девушки Однако исследователи характеризуют Мир танца и театра того времени Конкретно у Дега Как освещение сексуально-туманной сферы жизни У нас в России было чудесное Поэтическое произведение Народного творчества Она была модисткой и шила гладью Потом пошла в артистки И стала не очень хорошей женщиной Поэтому здесь, конечно, не проститутки в чистом виде Но девушка на сцене в те времена Особенно воспринималась вполне определенным образом Я благодарю за помощь в подготовке этого материала Гида в шляпе Ирину Морозову Напоминаю вам, что экскурсии идут полным ходом На выходных и в середине недели Точно так же вы можете приобрести три моих книги Остросоциальный триллер Корень Про 90-е, про блокаду и про нулевые Путеводитель по Невскому Невский с перцем Каждый дом от Адмиралтейства до Площади Восстания И книга, посвященная медийным войнам В данном случае начала 20-го века Рассказ о том, как Япония промыла мозги всему миру В частности, США и Англии С большим количеством иллюстраций Многие из которых публикуются впервые Книги есть у меня на сайте Их точно так же можно приобрести после экскурсии С авторским автографом Все ссылки вы найдете внизу в описании под этим видео На этом все, увидимся с вами онлайн и оффлайн Ждите следующих выпусков